Друзья, всем от культ привет! Это новости сентября. Да! Поехали! Во-первых, всем привет от Дениса, с которым мы сейчас записывали на родную школу. Прямо у него дома. Сейчас я запишу новости. Спасибо, Денис, за техническую поддержку в этом. Итак, первым делом всех приглашаю. Пирогово 4, дробь 3. Пирогово 4, дробь 3. Значит, досуговый центр Сунц МГУ. Вот прямо только что я прилетел, понимаешь, из гор на Алтайско. Только что вчера я, как ненормальный, бегал 5 раз вверх и вниз гору Тукая, которую иногда называют Тугая на русский манер. 300 с лишним метров по вертикали, 5 раз взял, рекорд 21 минута снизу доверху, вниз рекорд 12 минут. Ну а в целом это заняло полдня. Просто шило такое уже, не скажу где, что нужно было немедленно его, значит, ликвидировать. И вот я вчера его полдня ликвидировал. Сейчас, слава богу, оно на некоторое время отступило. Но оно такое, что оно быстро вырастает снова. Так вот. И вот только я прилетел сейчас. Сейчас, как в понедельник, я лечу назад, в тот же часовой пояс, в Новосибирск. И 1 октября приглашаю всех на свои две лекции в рамках конференции базовых школ РАН. Вот информация. Вся вообще информация по новостям, вся будет вот здесь. Сейчас я буду проговаривать, но по ссылочке внизу ищите все, что хотите найти. Так. Новая книга. Саватеев 50. Не математическая книга о вдохновении, образовании, жизни. Вообще о всем подряд, короче говоря. Выходит, это собраны мои, вот эти мои там дневник Саватеева, отчет Саватеева, какие-то посты в ЖЖ. Про спорт, про все. Мои статьи собраны. В общем, если хотите почитать, что называется, билетристику, да, в моем исполнении, то покупайте книгу. А если вы не уверены, что вы хотите ее купить и хотите первым делом ее почитать уже, а потом решить купить или нет, то, естественно, бесплатная копия вот здесь по ссылке из интернета скачивается с моего сайта. Вот. Я сторонник того, что книги лучше продаются, если ты доверяешь своему читателю и не считаешь его, значит, жадным быдлом, которому нельзя показывать материал до того, как он его купит. Наоборот. Ты покажи уже, а он решит, нужен ему этот материал или не нужен. Поэтому берите, скачивайте, свободно скачивайте, читайте дома. И если захотите поддержать, то покупайте уже в бумажном экземпляре. Вы меня довольно сильно этим поддержите. Там очень неплохой идет, значит, процент за каждую проданную книгу. Вот. Продолжаем про поддержку, если уж мы об этом начали. Значит, когда-то давно была спецоперация с Бастионом. Когда он арестовал все наши счета после начала СВО, мы провели специальную финансовую операцию по извлечению из него денег и перевозу, значит, в физической форме через границу, значит, чемодана с долларами, который поехал, ну, там, понятно, совсем немного было, но, тем не менее, я в том смысле, что один человек из вражеской страны, большой мой друг из вражеской страны, привез, значит, все прямо в Москву и выдал. Вот. Это было прекрасно, но, конечно, после этого мы с Бастиона сбежали на Бусти. Дальше на Бусти тоже все было хорошо долгое время. В августе произошел сбой, но сбой не кардинальный. Это продолжалось где-то две недели или две с половиной. В общем, деньги не поступали, потом все деньги, которые накопились, Бусти честно перевела. Но, тем не менее, какая-то вот изюмь, ну, какой-то небольшой такой вот появился, что, оказывается, то Бусти тоже иностранная, да? То есть, захотелось полной гарантии, да? Вот. И полную гарантию мне предложил человек, который организовал платформу Sponsor.ru, и он еще по совместительству мой большой подписчик и фанат. И он сделал мне страницу там, он, значит, помог мне там все сделать, и он гарантирует, что все российское, все на этой платформе российское. Поэтому, смотрите, я надеюсь, что на Бусти все, что есть, никуда не пропадет. Надеюсь, да? Но в силу того, что это все-таки там иностранные корни, давайте все, кто меня придут вот поддерживать новые, да? Кто хочет присоединиться к поддержке, Маткульт, привет! Приходите уже на спонсор. Вот. На спонсор это вот гарантировано, что все будет хорошо. Вот. Ну, а кто поддерживает на Бусти, видимо, пока это безопасно. Но если кто-то там тоже боится, что мало ли что произойдет, то переключайтесь тоже на спонсор. Так. Далее. Далее. Выходи решать! Всероссийская контрольная. Выходите и решайте. Как раз, когда выйдут новости, скорее всего, она и начнется. Так. Я приглашаю всех участвовать в опросе, который проводит родная школа. Будет проводить каждые полгода. В октябре, в апреле, в октябре, в апреле, в октябре, в апреле. Очень подробно про это на родной школе рассказана. Вот ссылка здесь на публикацию. Здесь я просто хочу сказать, что мы мониторим ситуацию с учителями в стране. Нагрузка, непрофильная нагрузка, зарплата за ставку, зарплата не за учительскую нагрузку. Ну, вот, как бы, основные параметры работы. Да, ну и паразитическая нагрузка, насколько она велика. Часов в неделю, да. Приходится заниматься бессмысленной работой. Сколько? Мы собираем информацию и смотрим в срезе динамическом, насколько это все меняется. Вот. Ну и будем докладывать полностью честно и беспристрастно, ни в какую сторону, ничего не утрируя. То есть, не подавляясь нашим властям, которые постоянно пытаются лить мед, но и не впадая в какую-то откровенную, значит, деятельность, как сказать, по расшатыванию ситуации, когда хорошие вещи не замечаются. Мы просто будем говорить ровно то, что есть. И все. И вот для того, чтобы мы эту информацию получили, пожалуйста, проходите все наш опрос. Там все защищено от всяких там ботов и так далее. Вот. Все организовано на высшем уровне. Ссылочка внизу. Так. Робофинист. Максим сделал предложение, от которого сложно отказаться. 10 октября я в Санкт-Петербурге завершаю фестиваль Робофинист, который проводит 239-я школа. Учтите, что не в здании 239-я, а на Охте. Вот здесь будет ссылка. Регистрируйтесь, ходите на все три дня. 8-го, 9-го, 10-го. Я сам приеду 10-го. Так. Гастроли по городам. Сейчас я перечислю. Но прежде я хочу сказать насчет будущих приглашений. Важно. Не пропадайте со связи. Вот вы пишете там на электронную почту. Есть у вас менеджер, Алексей Владимирович? Нет. Ой, менеджер. Как? Не так я сказал. Не менеджер. Как это? В соцсетях вот это. Есть у вас... Ватсап и прочее. Мессенджер. Вот, мессенджер. У меня никакого мессенджера нет. Мой телефон... Ну ладно, я сто раз его показывал. Короче, это кнопочный телефон. Поэтому связь со мной это электронная почта, либо простой смс. Никакой другой, никаких других вариантов связи со мной нет. И вы должны с этим смириться. Если вы хотите пригласить меня к себе, вы уж смиритесь с тем, что у меня система жизни основана на том, чтобы максимально думать именно о лекциях и о темах для них, а не о том, что по сто раз в этих мессенджерах о чем-то переписываться. Поэтому быстро, оперативно, такой-то день, такая-то тема, вход, свободный, не свободный, паспорт, регистрация, билеты купили мне, значит, гостиница, гостиница. Насчет гостиницы. Пожалуйста, когда вы меня селите, лучше самое простое, вот одна звезда, не знаю, ноль звезд, но в лесу и тихо, чем пять звезд и с окнами на, извините, проспект. Гостиница служит для того, чтобы спать. Спать можно и на полу, если тихо. Если громко, спать нельзя. Если вы возразите, что, мол, закрываете окно, то спать нельзя из-за духоты. Поэтому условие такое. Должна быть гостиница, в которой можно... Не обязательно гостиница, просто гостевой дом, не знаю, чулан, шалаш, что угодно, где можно открыть окно и в свежей атмосфере тихо поспать где-то в лесу, лучше всего на окраине городов всегда. Я в последнее время, я еще утром люблю пробежаться, что-то шило, оно прям выросло ужасным какой-то, я не знаю, у меня происходит, вот эта вот последняя стадия наркомана, когда уже нужны огромные дозы. Вот у меня это с физическими нагрузками, да? Вот, поэтому постоянно все время нужно двигаться, бегать. Так что вот это, что касается, значит, ни в коем случае не ищите каких-то пафосных гостей, не смолчь, ленкоры в таких не ночуют, где угодно ночуют. Главное, чтобы было тихо и можно было выспаться. Вот. Да, ну и, значит, опять же, да, приглашения принимаются любые, и как это, обеспеченные гонораром и не обеспеченные, но обеспеченные гонораром, в принципе, я стараюсь расставить чуть-чуть ближе, по понятным причинам, не обеспеченные, как бы, все равно пойдут, но сильно дальше, там, где-то, не знаю, сейчас это вилка между, наверное, для таких, как бы, корпоративных, может быть, 5-6 месяцев вперед, а для обычных где-то год с лишним вперед. Но, тем не менее, пишите на хибиномейл.ру, приглашайте. И особенно я жду от тех мест, где я не был никогда. Я вот сейчас все-таки думаю, к старости все идет, а я все так и не побывал во всех российских регионах. Надо все-таки это дело-то, надо это дело завершать. Поэтому не говорю, что в ближайшие годы, но я готовлю визит на Дальний Восток. У меня уже очень много лежит, на самом деле, из Владивостока. Вот про Чукотку сейчас идет какой-то разговор. Очень, конечно, обязательно нужен Чукотку. В Якутске, если кто-то есть в Якутске, зовите. И вот что круто. Там в 10 часах езды на машине очень классный математический учитель Савич. Он меня тоже ждет, но 10 часов на машине трудно. Вдруг кто-то есть с вертолетом? Мало ли, вдруг какой-нибудь мой подписчик поставит меня на вертолет из Якутска туда, к Савичу. Вот, тоже пишите. То есть, Владивостокская, нет, вообще, вот это огромное дальневосточное путешествие мы обязательно провернем, может быть, через 2 года, не знаю. Но когда-то это будет сделано. Возможно, я с собой возьму жену туда. Вот. Ну, а что касается здешних, значит, Ау Ингушетия приглашайте и Нарьянмар. Вот Элиста уже проснулась и в ноябре поеду. Да. Значит, и так по будущим приглашениям вроде я проговорил. Главное не пропадать со связи. Вот что касается пропадать со связи. Мне писал человек из Астрахани и человек из Вологды. Оба полностью пропали со связи. Дважды написал письмо. Ау, ау. Нет обоих. Ну, я не знаю, что тут сказать. Все аннулируется тогда. Видите? То есть, если вот так пропадать, все, я не приеду. Так. Мне писали из Татнефти. Грешен. Это письмо, видимо, я сам потерял. Я редко теряю письма, но иногда бывает. Татнефть приглашала. Я могу все еще, ну, 14-го не знаю. Но, в общем, я как бы, я могу в какой-то момент. Я сейчас очень много с Татарстаном имею дело. Поэтому напишите еще раз, кто меня звал в Татнефть. Простите, здесь виноват я. Так. Да, будет список внизу выступлений и подкастов, которые были. Не теряйте моих лекций. Когда вы записали, сразу высылайте мне, чтобы я выкладывал на канал. Это когда я куда-то приехал, да? Постфактум сразу высылайте записанную лекцию. Ну, и, наконец, собственно, о гастроли, да? Ну, я не буду перечислять все интервью, которые я давал. Я их просто по ссылке дам здесь к ролику. Гастроли, как сегодня это видится? Ну, хотя бы на первое время вперед. 1 октября Новосибирск, я уже сказал. Далее. Так. Давайте вот этот файл мы откроем быстренько. Так. 2 октября я снимаю 100 уроков по математике. Уже к концу идет постепенно. А 7-го... А, ага. Ну, там закрытая в школе 67 будет. Ага. Ну, это закрытая. Так. Я только открытый, в общем-то, хочу. Так. 7-го. Да, вечером еще одна закрытая в ВК будет. Так. 8-го. 8-ое октября Воронеж. Там будут выступления в гимназии Басова. Потом на Шаталинской школе. Потом для студентов Воронежского университета, экономического факультета. И вечером в ИЦАЕ. Это все один день. 8-ое октября. Так. Дальше. 10-ое. Санкт-Петербург. То, что там интервью вначале дам. Потом заеду... А, вначале заеду вообще в семейный дом Васильки. Потом дам интервью. Потом поеду выступать на фестиваль. В общем, куча всего будет. Так. 4-ое октябрь... 14-ое октября Казань. Утром Иннополис. Днем... Там какой-то проект. Вот я... Этот проект... Со мной списывались. Так, так, так. Как он называется, этот проект? В общем, какая-то встреча со школьниками. Глаголица. Во, глаголица. Угу. Дальше я буду давать интервью. Хе-хе-хе-хе. Ох. Давайте я посек... Я буду держать это в секрете. В общем, одному министру в республике дам интервью. Так. Отлично. 15-го перелетаю в Сочи. 16-го выступаю в лагере Орленок. 17-го Липецк. Надо уточнить, можно ли... По-моему... По-моему... Так. Разрешат ли в Липецк пустить... Просто всех горожан? Не знаю пока. Ну, по крайней мере, тех, кто... Очень хочет. Уж, наверное, я как-то пущу. Да. Так. 18-е... Так. Вернулся. Дальше идет у нас Челны набережной 23-го. 29-е октября 17-30. Бауманка. Всех пускаем открытый вход. По крайней мере, они это обещали. На этот раз обещали. Все там же, в этом огромном конференц-зале на 1200 человек. Ну вот. Вот что касается октября, все. 31-го октября мы летим в Сочи, Сириус. Но дальше ноябрьскую историю я уже буду объявлять в следующих новостях, иначе я вас в конец задолбаю. Я надеюсь, что я ничего не забыл. Мне что один человек, то другой что-то просит порекламировать. Ну, кажется, сейчас все. На этом все. На этом все. В ноябре куча других гастролей, в декабре куча еще гастролей. Вот. Следите за новостями, через месяц запишем еще одни новости. Всем до встречи на лекциях. И в интернете, конечно. Да, в интернет, как вы уже знаете, мы теперь льем и в Рутуб, льем на Дзен, льем на платформу, всюду льем. Ну и в Ютуб тоже льем. Вот. Так что приходите всюду смотреть контент. И, конечно, приглашаю всех поддерживать на спонсор ежемесячно нашу деятельность. Все, друзья. До новых встреч. Маткульт, пока.